Армении с диаспоры, в свое время решившие либо обосноваться в Армении, либо открыть там свой бизнес, в массовом порядке покидают страну. Эта тенденция обозначилась в ноябре прошлого года, то есть аккурат после поражения Армении в осенней войне. Отток иностранных граждан армянского происхождения наиболее отчетливо наблюдается при анализе данных по рынку недвижимости. Согласно статистике, в ноябре армяне из зарубежных стран вдвое больше продали своей недвижимости в Армении, нежели приобрели. Они активно избавляются как от жилых помещений, так и от земельных участков. Помимо этого, выставляются на продажу и торговые объекты, открытые несколько лет назад. Вдобавок ко всему, за рассматриваемый период резко сократился объем внешних инвестиций в армянскую экономику. Основным источником капиталовложений, как известно, были именно бизнесмены-армяне из других стран. Таким образом, можно констатировать беспрецедентное охлаждение интереса армян диаспоры к социально-экономическим будням Армении. Связь с последними событиями в регионе прослеживается четко. Назвать это совпадением никак не получается, поскольку все вполне укладывается в логику объективных процессов. Привлечение иностранного капитала в Армению всегда было максимально проблематичной затеей. Мало кто желал иметь дело со страной, где царит системная коррупция и чересчур высокие инвестиционные риски. Все это главным образом было связано с неурегулированным на тот момент Нагорно-Карабахским конфликтом. Перспектива перерастания конфликта в полномасштабную войну всегда была высока, поскольку Ереван не проявлял признаков конструктивности на переговорах. Поэтому Армения, мягко говоря, была мало привлекательна для инвесторов. Такое положение дел создавало колоссальные проблемы для национальной экономики, которая не могла рассчитывать на развитие без внешних вливаний. На надрывные призывы Еревана откликались лишь немногочисленные армянские предприниматели из диаспоры. Патриотическая подоплека, возможно, и имела какое-то место, однако в мире бизнеса лирика едва ли является определяющим фактором. Стало быть, заинтересованность состоятельных армян из зарубежных государств необходимо было подстегнуть чем-то куда более осязаемым. Учитывая приведенную выше статистику, можно с изрядной долей уверенности утверждать, что этот интерес был связан с азербайджанскими территориями, находившимися тогда под оккупацией. Взамен финансовых вливаний в экономику Армении инвесторам предлагалось обширное поле для весьма вольготных маневров на оккупированных землях. Здесь действительно было где развернуться. Полезные ископаемые, ценные породы деревьев, огромные площади земель сельхозназначения. Все это нещадно эксплуатировалось и разворовывалось в течение почти 30 лет. Наверняка незаконная предпринимательская деятельность на оккупированных территориях была освобождена от налогового бремени. Оформление соответствующей документации не представлялось возможным ввиду ее очевидной нелегитимности. Армянским бизнесменам из-за рубежа оставалось лишь время от времени отстегивать армянским властям определенные суммы. С учетом масштабов прибыли, извлекаемой из незаконного бизнеса на чужой земле, это были вполне приемлемые расходы. Иными словами, все были довольны. Разумеется, за исключением законного владельца этих территорий. Азербайджан неоднократно предупреждал, что незаконная деятельность на оккупированных территориях неприемлема и является грубым нарушением норм международного права. Ответственность за эти действия неизбежно придется понести всем замешанным в них сторонам. Осенью минувшего года территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Мировая общественность получила возможность убедиться в колоссальном ущербе, нанесенном Азербайджану за десятилетия оккупации. В настоящее время продолжается работа по подсчету этого ущерба, и речь, несомненно, идет о гигантских цифрах. В распоряжении Баку имеются доскональные сведения о том, кто именно занимался незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе. Если Азербайджану не будет выплачена компенсация за нанесенный за эти годы ущерб, то неминуемо последует обращение в международные судебные инстанции. Никаких шансов избежать ответственности у горе-бизнесменов не будет. Компенсацию они будут обязаны выплатить в любом случае, но при этом огласка серьезно ударит по их репутации. Оправиться от этого удара им не удастся, и потому их дальнейшая бизнес-деятельность окажется под большим вопросом. Что касается Армении, то отныне она должна встроить свои экономические планы в строгом соответствии с новыми реалиями. Есть уникальный шанс выбраться из затяжного кризиса и стать полноценным участником региональных проектов. Упустить этот шанс было бы феноменальным безрассудством. На этом точка.